У нас есть клетка бактерий, сетириумембрана, а из клетки бактерий у нас есть материальная хромазома. Это большая, глицевая молекула ДНК, в которой задерживается около 4000 генов. И в принципе вот в этой молекуле записано практически все, что умеет бактерия. Какие она умеет синтезировать герки, какие она умеет синтезировать вещества, какие не умеет. То есть фактически это некий программный код, который описывает возможности бактерий. Ну, кроме вот этой большой хромазомы, в бактериях есть плазмиды. Это маленькие молекулы ДНК, тоже глицевые, в которых в каждой из плазмидов содержится несколько генов. Там 2, 3, 4, 5, иногда 20 генов. И эти плазмиды существуют как бы независимо от основной бактериальной хромазомы. Часто бывает, что в одной бактерии содержится несколько разных видов плазмидов, причем каждый вид плазмид представлен сразу в нескольких экземплях. Ну, давайте представим, что в нашей бактерии есть только один тип плазмид, который представлен в нескольких экземплях. Но когда бактерии делятся, естественно, бактерии нужно сделать хромазомы, чтобы в двух получившихся новых клетках оказалась полная программа, которая кодирует возможность существования этой бактерии. Ну, и плазмиды тоже попадают, тоже дублицируются, тоже делаются опия друг с друга и оказываются в новых получившихся клетках. Ну, вот, давайте посмотрим на этот слайд. Вот от нас к этому бактерию объединилась. Какая-то часть плазмид оказалась в одной образовавшейся клетке, а какая-то в другой. Ну, понятно, что бактерия делится много-друга раз. Например, кишечная палочка делится один раз в полчаса. То есть за полчаса она увеличивает свою биомассу в два раза, да? Растет в два раза, делится пополам, да, скажу тебе, кишечная палочка. Ну, может получиться так, что при каком-то делении одна из клеток получит эти плазмиды, а другая плазмиды не получит. Это действительно происходит часто в живой природе. Бактерии иногда теряются как плазмиды. И если в плазмидах не содержатся каких-то очень полезных генов, то через большое число поколений бактерии без плазмида должны вытеснить бактерии с плазмидами. Но только при условии, что там нет полезных генов. Почему это произойдет? Как вы понимаете? Почему? То есть у вас есть стены с бактерией, одни содержат плазмиды, а другие не содержат. И вы их вместе культивируете в одну небольшую чайку долго-долго, несколько лет. То почему со временем бактерии без плазмиды будут вытеснять бактерии с плазмидой? Ну, только при условии, что там нет ничего полезного. Ну, конечно, да. Совершенно верно. Чтобы копировать плазмиды, нужны ресурсы. И поэтому, если в плазмиде нет ничего полезного, не закодируем никакой полезной алгоритм, то при прошедении большого числа поколений бактерии без плазмид вытеснят бактерии с плазмидами. Но это происходит не всегда, даже при условии отсутствия полезных генов. Есть такие ситуации, когда бактерии прекрасно себя чувствуют с плазмидой, даже лучше, чем с плазмидой, но все равно плазмиды потерять не можем. Почему? Сейчас мы такую ситуацию рассмотрим. Это происходит, когда на одной плазмиде присутствуют два гена. Один ген кодирует белок токсин, а другой белок антитоксин. Ну, что такое токсин? Токсин – это некая бронховая молекула, которая очень сильно вредит клетке. И себе, и соседней клетке. Ну, в первую очередь, себе, если она синтезируется с китоблазной клеткой. Вот тут так и нарисовано, что вот ген бактерий, вот это ген обозначенный бактерий, который кодирует токсин, с него делает РНК, он синтезируется белок, а белок вызывает гибробактерии. Но поскольку на плазмиде присутствует антитоксин, он по разным механизмам может как-то блокировать токсин. Он может, например, вегенировать синтез токсина немножко, а может связываться с токсинами и давать ему делать все еще одно и дело. И действительно, очень многие плазмиды содержат, например, всего два гена – генотоксина и генотоксина. Как токсин может уничтожить клетку? Это может, например, быть ингибитор репликации ДНК, ингибитор копирования ДНК. Понятно, что если у нас появился белок, который мешает реплицировать ДНК, то бактерия, может быть, и не умрет, но не сможет дальше делиться, и через какое-то время ее вытесняют другие бактерии, которые продолжают делиться. Или это может быть ингибитор синтеза белка. Это достаточно распространенная ситуация. Бактерия, которая не может синтезировать белок, фактически не может ничего, потому что белки обеспечивают всю фактическую работу бактерий. Движение ее жгутика, если это бактерия с жгутиком, и захвата каких-то питательных веществ из окружающей среды, и починку неправильных дырков. Но могут быть, например, такие токсины, которые образуют дырку в локсоматической мембране бактерий. Они синтезируются в виде вот таких небольших белковых молекул, потом начинают встраивать эту мембрану. На этом слайде нарисован липидный слой небольшой участок бактериальной мембраны. Когда их становится достаточно много, они образуют такой большой комплекс, он называется олигомер, сразу состоящий из нескольких одинаковых дырков. А в этом комплексе получается дырка, и фактически из вот этих дырков образуется такая дырка в мембране. Когда появляется дырка в мембране бактерии, бактерия теряет способность к существованию, потому что полезные вещества начинают из него выходить, а влезные наступают в стоклассные клетки, и бактерия лопается, индируется. В общем, ничего хорошего с ней не происходит. И многие токсины представляют из себя мембрану, такие белки, которые способны образовывать пол. Ну, всё-таки вернёмся к системе токсин-антитоксин. Как же это всё работает? Фокус в том, что токсин очень стабильный обычно. Все токсины, которые синтезируются, они очень устойчивые моменты и существуют очень-очень долго. А синтезируемые эти токсины, наоборот, очень быстро разваливаются клетки в результате таких экстемических периодов. Поэтому пока в клетке есть мазмиды, и постоянно синтезируются и токсины, и токсины, то, вот мы посмотрим на эту клетку, они образуют, как представлена на этой схеме, неактивный комплекс токсин-антитоксин, и клетка спокойно существует, делает копии своей ДНК, синтезирует белки, всё имеет порядок с мембраной. Но представим теперь, что такая клетка потеряла плазмину. Вот у нас вот эта клетка поделилась, это в одной из клеток плазмин досталось, а в другой, ну, каким-то случайным, ну, с течением обстоятельств, не оказалось на одной плазмине. В первый момент времени там присутствуют белки, токсины, антитоксины. ДНК исчезла, с информацией о том, как синтезировать токсин и антитоксин исчезла, но уже накопившиеся к тому времени белки остались. Но по прошествии небольшого антитоксина будет весь разрушен. Я в самом начале этого слайда сказал, что антитоксин это очень нестабильный молекул. Но по прошествии небольшого времени антитоксин будет разрушен, и в клетке останется только токсин. Токсин строится в мембрану, и клетка лизируется. По-моему, достаточно ящий механизм. Токсин очень стабилен, антитоксин совсем нестабилен. Как только клетка теряет информацию, но антитоксин все время синтезируется, разрушается, синтезируется и разрушается. Как только клетка потеряла способность синтезировать, потеряла плазмину, в которой закопировал этот антитоксин, то она фактически быстро погибает. И получается, что, в принципе, если бы мы создали клетку как-то искусственную, в которой нет белка, токсина, и нет этой плазмиды, она не чувствовала себя прекрасно. Но если уже в ней есть эта плазмин, если с ней синтезируется токсин, то она ее протерять практически не может. Таким образом, система токсин и антитоксин позволяют поддерживать в бактериях плазмиды, которые ей абсолютно не нужны. И плазмиды сохраняются в популяциях бактерий в течение еще необытного времени. А бактерии, которые потеряли плазмиду в системе токсин и антитоксин, быстро погибают. Фактически, гибель бактерий под действием собственных токсинов можно считать элементом, элементарным примером запрограммированной гибелеплёй. То есть клетка сама синтезирует токсин, который же ее убивает. Но в данном случае никакой пользы бактерии этому приносят. Это, скорее, пример эгоистичной ДНК. Такая плазмидра с токсином и антитоксином, с гибелью токсина и антитоксина может служить примером эгоистичной ДНК, которая фактически не приносит клетке никакой пользы, а существует механизм, который способствует ее распространению.